всем привет предлагаю начать просмотр видео с подписки на канал мы стараемся снимать и монтировать интересное видео поддержите нас а вначале давайте вспомним на чем же закончилась предыдущая серия сегодня у нас нашествие медуз больших медузы большие вот такие вот мы с вами отправимся на прогулку на ближайшую гору полюбуемся оттуда видами и посмотрим на закат будет очень красиво позвонила сережка и сказала давай я не буду за тобой приезжать а встретимся в марине на заправке ты нас пришвартуешь и я шкандыбаю на заправку сегодня натерла мозоль давно не бегала кожа стала нежной я ковыляла так долго они пришвартовались без меня и горкой видимо швартовал отошли от заправки идем вставать на якорь приглашаем вас во второй сезон мы отправляемся в путешествие по болярским островам мы покажем вам майорку минорку ибицу и форментеру не забывайте подписаться чтобы не пропускать новые видео а вначале вкратце покажем что будет в этой серии сегодня я бегаю ни одна а с миситосом смотрите ночью была такая волна что здесь не налило даже лужу первый раз такое вижу прибежали до озера и у нас есть вариант бежать по длинной дороге или по короткой то есть обижать озеро или сразу бежать в сторону дома как ты хочешь никитос обижать озеро добежали до тренажеров теперь нужно все опробовать пришли к пляжу тут большая волна никитос все думают купаться ему или нет были очень большие волны и вода далеко зашла по пляжу вглубь так даже оторвала один из буйков сегодня из того чтобы она была или ночью даже упал представляете удивительно присаживайтесь поудобнее не забывайте ставить лайк и подписаться на канал это помогает в развитии канала а также поставить колокольчик чтобы не пропустить новые видео поехали сегодня я бегаю ни одна он изъявил же они тоже идти на пробежку так что какому маршруту на гору или ближе вокруг этого озера маленького маршруту побежим смотрите ночью была такая волна что здесь не налило даже лужу первый раз такое вижу отдохнул бежим дальше прибежали до озера и у нас есть вариант бежать по длинной дороге или по короткой то есть обижать озеро или сразу бежать в сторону дома как ты хочешь никитос обижать в озеро точно хватит сил ну пойдем давай бегать побежали отбегать озеро несколько месяцев назад мы тут ходили с мальчишками остров честно говоря грязненькие там не убирают ничего тесно там нет хотя можно было бы и почистить а мы уже скоро подберемся к тренажерам добежали до тренажеров теперь нужно все опробовать везде позаниматься до были перевернуты вверх ногами почему-то кто-то так сделал пришли в пляже тут большая волна никитос все думают купаться ему или нет мама ты как будешь как хочешь катается на волнах были очень большие волны и и вода далеко зашла по пляжу вглубь тут такие лужи тепленькие детям конечно раздольно поплескаться в волнах даже оторвало один из буйков такие волны были сегодня никитос решил спустить лужу сегодня из того чтобы по нам было или ночью даже стол упал представляете удивительный все плавают развлекаются на сабботах на байдарках на винсерфинге а там идет тучка уже дождик начинается и мы все убираем подготавливаем сережка сегодня решили чистить дно лодки все баба мы спускаемся какие там водоросли манда мы даже поймем увидели краба ребята приехали из магазина и только они ступили на борт лодки а я сегодня думал что мы сегодня на катик покатаемся почему голову нужно хорошим режимом промывать а туловище мистом идет туча ветер сейчас даже может быть сноу подзарядим пока будет тут дуть запищит как раз я его разрядила монтировала новое видео еще за май месяц кошмар какой какое у нас отставание да ну там прям черное все а кто-то здесь на кате собирается кататься и катается в принципе продуктов конечно не очень много 3 молока 4 йогурта фрукты овощи и мясные продукты и мы теперь начали делать жилет для этого мы берем сок двух видов сегодня день тюлень сережка с мальчишками только в магазин за продуктами сходили я весь день на лодке заживляю свой палец но сережа сделал общественно полезное дело а? что ты сделал? общественно полезное дело он приклеил на брюшпит не знаю правильно я сказала или нет все поддаю на ржу это слово брюхо ну произнеси правильно на трубу приклеена антискользящая полоска строительного магазина и теперь можно прыгать и не бояться что у тебя соскользнут ноги у меня так кстати один раз было я прыгала и у меня ноги поехали в сторону а я вплюхнулась как мешок с картошкой вот поэтому и Сережа молодец ни разу не ронял мешок с картошкой в соленую воду у нас тем временем закат сегодня небольшие облачка есть дождя так и не было ветра тоже полноценного не было мы так и не получили переизбытка электроэнергии так что ноуты не заряжены и работать вечером сегодня не удастся а у меня заряжен я хочу свой тоже среди давай двигатель включим чуть чуть ой фигаста с удовольствием это уменьшается такими челюстями сетка 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 у нас пираньи появились сегодня очень прозрачная вода только все равно что то плохо сфокусируется серёжа издевается над рыбкой бросается целый крекер крекер прямо аллергию детей было сейчас рыбу покраснеют прыщики появится поймали танца но он ушел съел рыбину подойдется мы тут вообще оборзили уже прямо днем вот такой вот 8 приятный шнур оборвал оборвала сижу я здесь нас закинут живец с порта лодки с утра мы наблюдали за тунцом уже несколько дней все облизывается вокруг нашей лодки все ходил ходил гонял рыбу иглу вот я решил на живца его попробовать поймать вот он один раз клюнул я и сорвался у меня а другой раз вот я вот сейчас тут сидел вдруг такой резкий удар и да так тунц и шнур обрывается там был вот такой вот крючок и кальмарчик на крючке живец сидел кальмарчик мне просто его снимать ленивый был был теперь нет кальмарчик поводок из лески где-то полтора метра и дальше вот вот этот шнур обалдеть я думал этот шнур вообще ничто не порвет проблема видимо была в том что было мало вытравлено буквально несколько метров метров 5 наверное этого шнура даже меньше за этого амортизации не было дернул хорошенько и порвал но это вообще что же за зверюга такая на этом шнуре меня можно подвесить в следующий раз на мачту на этой штуке поднимать будем обалдеть я просто удивлен но сам факт что он уже радует да это уже два раза получается за сегодняшний день причем сейчас полдень и он клюнул в полдень будем дальше думать чего делать что что еще все сделаем по науке мальчишки плавали в аренду всяких плавательных средств сейчас хотят сходить на катамаранин надувном поросекать в аренду в аренду приехали взять катамаран покататься в аренду вон он стоит такой вот с черной мачты хобби катамаранчик нас спросили если у нас опыт управления таким аппаратом сказали нет у нас только монохул мы на нем живем на что нам сказали но ребята это совсем другое дело вам нужно сначала доказать что вы умеете им управлять предложили нам с преподом за те же деньги полчаса с преподом он посмотрит что мы максимум полчаса что мы умеем им рулить и потом даст нам или не даст свободное плавание уйти хотим взять всего лишь на часик того 50 евро а за два часа 95 евро да да а а а а а а а а а Мальчишки отчаливаются. Вначале у нас будет полчаса с преподавателем, чтобы он посмотрел наши навыки, а потом мы сами полчасика поплаваем. Так, ну как вам ощущения? Ветер быстрее. Так, отворачивай в сторону. Что? Я жду пока. Ты шкафи до вас вообще не натянешь. Нет еще. Ой. Разогнались то как. Видите какие удары жесткие. Большая медуза под нами. Она уже уплыла. О, ветерочек упадул. Поехали. Не, не она была. Вы уплыли. Сейчас будет волна от глаз фото. Да. Это не классно. Егор откренивает. Глаз. О, ветер. Я тоже высохну. Ты не поворачиваешься это? Блин, это не поворачивай. Ты не поворачиваешься это? учителя. А папа что, плохо рулит? Нет, у нас команда не сонная. О, здесь можно протягиваться. Смотрите. А это подтяжка этого. Там дождик или какая-то туча идет. Гомарджоба. А мы одни ее убегаем. Тебе оттяжка. Потому что я подтянула. Вот видите? Подтянутся, и у меня не очень сильно. Как тебе, Егорыч? Да хорошо. Это так, как ты представлял? Да. Ну нет, чего ты говоришь? Немножко, да. А немножко, нет. А что оказалось иным? Что ты ожидал и что не случилось? Что там нельзя рулить нормально. Просто взять рулишь, рулишь, взял, перешел и дальше рулишь так же. Надо его там перекидывать. Викашкот мешает, да? Да. Я бы его перевесил куда-нибудь подальше. Ну а что в нем интересного было? Что в тебе... Очень быстро он ездит. Да, быстро ускоряется, правда? Как пуля так... На динге не догнать. Да. Ну уж, конечно, у нас же не глиссирующие варианты. Кстати, здесь я взяла и на нашем, чтобы немного подтянул с которыми, чтобы не болтался парус, как здесь. А здесь просто не заботятся, и чтобы они там болтались бешено ставят. Вот как здесь. Я бы сейчас подтянула. Мама, смотри! Будешь еще пробовать в дальнейшем? Ага. Мама, смотри, здесь нет ничего, где надо крепиться. Никаких облачков. Все держать руками. Едем на лодку. Сейчас дунет, там туча идет большая, так что... Ветрогенератор вырабатывает электричество. Да нифига, он сейчас не вырабатывает. Ветер сломает. От зеленого катера волна пришла. Ох, расколбасила. Накупались с мальчишками, я побегала вдоль пляжа, помылись. Наблюдаем потрясающий закат. Ну, впрочем, практически каждый закат не протекален и неповторим. А Сережа, пока нас не было, тут занимался трубами и он тут что-то наварганил. Дело труба. Что такое, не получилось? Что это такое? Что это такое? Зашила я. Даже не обрезала. Ой! Ой, Боже, Боже, чуть не упал. Ну, давай, показывай. Это у нас подставка под баллон. Нет, это грабля. Ой, грабля отвалилась. Сейчас надо все склеить. Ты уже примерял? Эта подставочка будет у нас здесь, в Орундуке. Баллон будет лежать на возвышении, в сухости. И внизу еще будет фальшборд, пол для цепи. Ну, хватит такого. А куда ты всю цепь дел? Она вся у нас там выложена? Вся цепь у нас там за бортом, да? Ну, остатки. Ничего себе. Лодочки тут вокруг ходят. Последние экскурсии. Сансет. Сережка все собрал, примерил. Все вроде бы работает. И теперь будет проклеивать. Полипропиленовые трубы, в принципе, даже можно и не клеить, потому что я все сделал так, что оно будет на сжатие работать. Но, чтобы было уж совсем классно, сделаем склейку. Тем более, я клейку пил, куда мне его теперь одевать. Полипропиленовые трубы и вот их фитинги очень удобны для каких-нибудь таких конструкций необычных. Очень быстро можно собраться. А баллон ты уже подключил, получается, можно идти готовить. Я просто его поставил здесь, надо его принайдуть чем-нибудь. Ой, хорошо. Ты тут намыл все еще, я смотрю. Где? На палубе. А, это я с утра. С помощью рассы. С помощью рассы. О, нифига себе. Закидывайте макароны. А, оно как плюнет. Что делать? А ты возьми еще одну и одну об другую обмажь. Ну, что ты такая лунная? Вообще не понимаю. Мам, где они? Они под холодильником. Лучше б мне полотенчика принесла. А то я сейчас всю палубу закажу этим клей. Я только хотела сказать, у тебя есть куда-то все ставить. Сейчас принесу. Главное не упасть. Волна от катеров. Хорошо не водопровод, давление не надо обеспечивать. Ой. Тяп-ляп. Продакшн. Это же не наш метод. Вася. И так сойдет. Так. Тут главное не напортачить. Надо под определенным углом. Как ничтительное гуканье меня нервирует. Что она гукает опять? Вроде такой взрослый парень. Очень устал ребенок. На гуканье прям со всех сторон. Пять часа купался и бегал на пляже. Сольку надо добавить. Да, надо, но немного. А потом закрой крышечки. Нет, крышечкой макароны не надо закрывать. Они убегут. Вытаскивайте огурцы, помидоры, салат, перец и намывайте. А, и сделаем салатик? Да. Пока я там намывалась, причесывалась, мальчишки начали делать салатик. Уже, смотрите, почти все готово. Я порезу помидорки. Сварили макарошки и жарится мясо. Сейчас будет вкусный ужин. О, мам, ты новую пическу попробовала? Да. Здесь идет. Как вам? Идет? Китайцы сюда использовали какую-то хрену. Не вживи, не вживи. А сюда нормально. Вот поймите, зачем это делать. Мы сегодня взяли в аренду катамаран. Мне понравилось на нем гонять. Ну, немного понравилось, а немного нет. Потому что он гнал очень быстро, и все время у него был вот такой вот крен, и мне было страшно, потому что он перевернется. Потому что катамарану тяжело по-настоящему большие переворачивать. Но все равно все обрисует без переворотов. Всего плавали один час. Пол часа с тренером, пол часа без. На этом все. Мы вчера катались на катамаране, спортивном. У него нету швертов, потому что сам корпус, как шверт, не дает ему двигаться вбок. Он прям мгновенно, как пулин, набирал скорость. Просто там маленький ветерок, и он уже мчится. При десяти узловом ветре десять узлов разбивал. Это пять метров в секунду. Тебе понравилось? Ну, посередине как-то. Посередине. Вечер. Дети смотрят фильм. А Сережа играет в картон. Упал в детство. Да. Видимо, я так классно клею поп-ап странички для нашего курса поп-ап азбука, что Сережа заразился. И кламма! Отобрал весь ПВА у детей. Да. Сказал, много у вас клея, давайте весь. И начал тут что-то ваять. Что ты делаешь? Железную дорогу. Макет. Реально? Никита поверил. Кстати, можно сделать железную дорогу, макет. Я сделаю завтра. Если папа тебе клея оставит. Что вряд ли. Сережа, а на самом деле? На самом деле я делаю форму для трубы, которая заменит алюминиевую трубу, которая износилась. А это будет стеклопластиковая. А это форма для стеклопластика. Труба, которая подает цепь от якорной лебедки в якорный рундук. Никита решил поработать циркулем, рисует колеса от трактора. Это трактор, а это его колеса. Егорка тут посуду вытирает, помогает маме. Едем на берег. Никита упал, потерял равновесие. Нет, скопался. Давай, аккуратненько едем дальше. Да, сейчас. Спасибо за просмотр видео. Не забудьте посмотреть анонс следующего видео, он будет в конце. И, конечно, если понравился наш ролик, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Это, без сомнения, помогает в продвижении канала. Вчера ходила в магазин и увидела там вот такой аксессуар для шкафа. Решила тут не кидать и ушла к маяку, видимо, и там у них что-то, видимо, приключилось. Наконец-то я сегодня дошла до Ероски. Била там вкусный чай, там прямо есть рассыпной чай. Мальчишки завтракают. Я размораживаю холодильник. Сережка привез первую партию продуктов. В этот раз я заказала варенье, всякие вкусняшки. Даже заказала сок, поскольку мальчишки очень не любят. А на себе из магазина таскать тяжело. Сегодня было много дел, приготовлю олилон. Голова хотела бежать вокруг озера километров восемь. А ноги меня понесли опять в гору. Прибежала уже в темноте.